всем привет друзья сегодня мы будем говорить о повышении уровня level up разбор трешки кстати недавно мы с пашей делали разбор на этот жека смотри по ссылке ну а пока смотрим разбор трешки поехали итак наконец наконец я увидел квартиру правильной формы без всяких г-образных форм по крайней мере с первого взгляда много окон но вы посмотрите какая прелесть 1 2 3 4 5 6 7 8 8 окон в трешке это же просто праздник какой-то я всегда выступаю за солнечный свет и здесь абсолютная победа и повышение уровня ребята поэтому пока оправдались дальше заходим в прихожую что мы видим мы видим достаточно большую и просторную прихожую друзья это здорово у нас есть справа шкаф у нас есть слева шкаф даже гардеробная на самом деле я бы не стал оставлять эту гардеробную я просто бы сделал шкаф а вот эти стеночки убрал тогда это позволило бы мне сделать просторную прихожую напротив я бы мог поставить какой-то комодик который я очень сильно люблю с какой-нибудь картиной и это та самая красота это фокусная точка и спасибо level up за то что они дают такую возможность сделать эту самую красоту недавно я тут разбирал некоторых так там не то чтоб красоту там прижопиться то некуда ну да ладно идем дальше что у нас здесь еще есть у нас есть две детские спальня родителей и общее пространство и вот глядя на все на это великолепие у меня волосы немножко подшевелились на голове почему потому что общее пространство у нас 17 квадратных метров а спальня родителей 21 зачем зачем спальня родителей там где родители проводят ночь и все равно возвращаются в кухню-гостиную и там все активности проходят именно там почему кухня-гостиная это такая маленькая вот здесь у меня какой-то диссонанс вышел немножко балкон мы здесь не присоединим с вами это запрещено по закону между прочим если кто не знал поэтому мне честно говоря не понятно почему 17 метров отдали для кухни-гостиной а 21 под спальню почему местами то их было не поменять ну ладно есть как есть смотрим что в гостиной 17 квадратных метров у нас получается небольшой диван то есть вам придется вот вот я худенький в принципе вот вот четыре меня на такой диван уместиться но только не вальяжно а вот так вот как в троллейбусе в час пик мы вот так вот тынш 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 сядем или в электричке вот так вот вот так вот мы будем смотреть телевизор потому что больше сюда ничего не влазит зато у нас есть стол который опять к стене прижали потому что по-другому его никак не поставить но зато 5 человека можем подсадить эй сосед давай в гости к нам только ты семью не бери ты один приходи потому что остальные не влезут все пять человек ну ладно стол отодвинем хорошо жену возьми как-нибудь с другого торца хип 1 больше некуда кухня ребята но это не кухня это какое-то извращение маленькая кухня и посмотрите как холодильник приставили а что с этим углом делать как в него добираться ну то есть вот то есть как вот это холодильник а тут вот это вообще бред какой-то то есть холодильник вы поставите по прямой и все ну то есть все-таки стол придется выдвинуть сюда сюда какое-то продолжение кухни ну короче мало 17 квадратных метров конечно поэтому чтобы здесь получилось эргономично а потом еще впоследствии и красиво нужно продумать абсолютно каждый квадратный сантиметр но судя по предложенной планировки от level up от них этого ждать не приходится это придется делать либо вам либо нанимать какого-то специалиста идем дальше а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании спальня зато спальню на шикарная спальня родителей шикарно здесь стоит кровать свободно вальяжно остается место для танцев ну а чё логично поел на кухне через коридор прошел пока по коридору шел на красоту по стенам посмотрел не забудьте фотографии повесить дошли до этой танцевальные зоны здесь потусили в принципе если устал можно и накрывать и плюхнуться но вот капец какая-то логика странная и зато есть гардероб с окном ну вообще здорово чё-то какая-то здесь у меня не складывается логика вот именно этого пространства что можно сделать но если бы если бы можно было бы поменять местами спальню и кухню-гостину я бы конечно их поменял не задумываясь и тогда у меня бы все влезло нормально но наверное этого сделать нельзя поэтому может быть можно сделать мастер спальню в спальне вот интересно вот это пространство это что это считается спальня или кладовкой если это считается кладовкой по планировке бы ты то тогда здесь мы могли бы сделать в ванную комнату ну вот смотрите тогда бы у нас вот так шкаф встал бы вот так шкаф стал заходим попадаем в гардероб налево это ванна с окном это же подарок на право спальне и тогда вообще все логично тогда можно вообще и спальне не выходить можно жить там вообще еще стол рабочий поставить и вообще шикардос прям получается вот эту ванну мы бы сразу отдали детям и она же стала гостевой а вот этот вот санузел превратился в постирочную ребята постирочную нужно быть какая-то кладовая небольшая где еще и ведра со швабрами хранить и вообще бы было классно остается две детские комнаты по 12 с половиной квадратных метров и это нормально для детских комнат вполне себе но друзья если вас такой расклад не устраивает а лично меня не устраивает то я бы сделал вот как я бы взял и сломал стены между вот этой вот комнатой и кухни гостиной и тогда у меня бы получилось 30 метров общей комнаты кухня-гостиной и это классно я бы поставил кухню вот вдоль стены высокие шкафы вот здесь бы я бы поставил остров большой удобный красивый вот сюда я бы поставил большой стол и привет соседи заходи в гости будем праздновать новый год кстати новый год скоро с наступающим вы представляете как здорово здесь было бы отметить новый год здесь бы у меня стоял какой-нибудь сервантик красивый комодик красивый а здесь у меня бы стояла как-нибудь там вот вот как-нибудь большая с креслами мебель удобный гарнитур тут телевизор ну посмотрите какая красота сразу же все получилось и склеилось поэтому если у вас двое детей то двоих детей в одну комнату срочно двух яростную кровать ничего как-нибудь переживут вам мастер спальню и полный дзен на этой позитивной ноте разрешите с вами откланяться дорогие друзья пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и как нужно с собой застройщику то поработать чтобы он уже начал делать нормальные планировки напишите в комментариях пожелания ему в новом году ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал всем пока с наступающим пока